Поговорим о военно-политической обстановке вокруг нашей страны и внутри нее. Итак, первое, что хотелось бы отметить, это сегодня состоялся, точнее в ночь, вчера вечером состоялся еще один обмен пленными. Назвали его пасхальный обмен и домой вернулось 130 военнослужащих сил обороны Украины. Там все есть, там и ТРОшники, и пограничники, и бойцы вооруженных сил Украины, и бойцы национальной гвардии Украины. Было несколько этапов, вы знаете, на этой неделе состоялся еще было 100 человек. Потом мы обменяли 82 тела для захоронения наших защитников, вечную им память. И вот сейчас, вчера состоялся обмен 130 человек, они вернулись домой на пасхальное воскресенье. Далее, надо отметить, Италия передала Украине 30 самоходных артиллерийских установок М109Л. Об этом сообщает газета «Ля Репаблика». Правда, в некоторых источниках информации дается количество 60, но я больше склонен верить, что все-таки более правдивая информация это 30 САО было передано. Почему? Потому что столько было заявлено. Вряд ли Италия нашла. Но если реально 60, то я очень буду этому рад. Но, во всяком случае, заявлено было 30, поэтому будем говорить о 30. Передали. То есть, практически два дивизиона мы получили самоходных гаубиц М109Л. Далее. Очень интересное событие происходит в Германии. Произошло, точнее, в эту ночь в Германии. Вот в эту для нас с вами пасхальную ночь. В Германии пасхальное воскресенье было прошлое. Так вот, Германия в ночь субботы на воскресенье отключила от электросети три последних атомных электростанций. Вообще, конечно, диву даешься. Страна индустриально развитая, один из локомотивов мировой экономики. И, видите, партия зеленых в какой-то момент заняла такую позицию, что она может влиять на энергетику страны. Представляете, они сначала настроили целую кучу атомных реакторов. Я точно цифру не назову, но что-то около десятка. И практически обеспечивали себя полностью. Потом зеленые настояли, что надо перейти на обогрев, точнее, на альтернативные источники. И они начали программу закрытия атомных станций. И в эту ночь закрыли последние три атомных реактора. Германия фактически осталась без атомной энергетики. Ведущая экономика мира без атомной энергетики. Самой дешевой и, в принципе, самой безопасной. С учетом количества аварий на атомных станциях, это знаете, как авиация и железная дорога. Говорят, какой транспорт наиболее опасен. Оказывается, железная дорога, потому что по статистике погибает намного больше людей в результате аварий. Чем при эксплуатации самолетов. Точно так же и здесь. Я, когда служил в ГДР, на территории ГДР, точнее, в группе советских войск Германии. Я помню вот эти все экологические программы, когда фермеры отапливали свои фермы коровьими лепешками. Сухие коровьи лепешки из них делали, брикетированные какие-то виды топлива и отапливали те же фермы, где находились коровы. Это, конечно, был идиотизм полнейший, но они свято верили в зеленую энергетику. А теперь Франция, Голландия, Бельгия рядом с Германией строят кучу атомных реакторов и продают немцам задорого эту свою электроэнергию, полученную на дешевых атомных электростанциях. Вот такой вот парадокс. Но, тем не менее, Берлин, к сожалению, идет такой... Они, знаете, из-за чего? Они начали эту программу после аварии на японской атомной электростанции Фокусима. Вот они решили, что все надо закрыть. И они надеются на то, что если, не дай бог, конечно же, и не хочу наговаривать, но если, не дай бог, случится авария на атомном реакторе в какой-то соседней стране, то для них это не принесет никакой угрозы. Я бы хотел напомнить им аварию в Чернобыле. Где Чернобыль, где Голландия. Но розголос, огласку, огласку на москальском языке, огласку авария Чернобыльская на Западе получила в результате того, что в Голландии пошел радиоактивный дождь. И сотрудники атомной станции, которые шли утром на работу, дозиметры на проходной зафиксировали повышение уровня радиации. И Германия пытается как-то себя оградить. Ну, это, в принципе, их проблемы. Далее, есть одна новость интересная из Москвы, это Тульская область. Здесь у них очень тревожная ситуация. В Тульской области за прошедшие сутки зафиксировано прибытие, массовое прибытие средств тактических, средств ПВО, причем разных, от ближнего радиуса действия до дальнего радиуса действия. То есть, всех видов, в том числе комплексов РЭП. И в Тульской области они расставляют эти комплексы, причем на позицию выводят Панцирь С1, это тактический комплекс, ЗРК С300, это дальнего радиуса действия, комплекс ПВО, и комплект РЭП поле 21. Есть такая у них станция для борьбы с дронами. Дело в том, что три инцидента было в Тульской области с БПЛА. Я так понимаю, что Тульская область после введения таких мер безопасности в ближайшее время объявит то же, что парада на 9 мая не будет. Я вообще не знаю, что же они будут делать без вот этого главного скрепа парада на 9 мая и шествия Бессмертного полка. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. Ну, в Тульской области вот такая вот тревожная обстановка. И хотелось бы немножко еще отметить Китай. Китай продолжает, я бы так сказал, Китай продолжает уверять весь мир в том, что они самая брехливая страна в мире. Они говорят одно, делают совсем другое. Вы же знаете, что мы собираем, есть у нас научно-исследовательские организации, институты, которые собирают трофейное оружие и смотрят его. Ну, это нормальная практика для войны. И не только мы. Мы передаем это вооружение нашим партнерам. Кстати, с танком, который был замечен в штате Огайо в Соединенных Штатах, разобрались. Он едет на полигон, оказывается. И купили его именно для проведения испытаний, огневых испытаний с танком Т-90 Российской Федерации. Который достался в качестве трофея вооруженным силам Украины. Некоторое время повоевал в составе ВСУ, а потом был передан американским партнером. Так вот, здесь мы разбираем российское вооружение, узнаем комплектующие. И чем дальше, тем больше мы находим разных элементов в российском вооружении, комплектующих, особенно в электронике, китайского производства. То есть Китай продолжает снабжать Россию товарами двойного назначения, товарами военного назначения. Об этом сообщил советник Офиса Президента по санкционной политике в интервью изданию Reuters. У нас есть, причем это же не просто заявление, это же доказательная база, у нас есть эти комплектующие, есть эти плата, микросхемы, которые мы вынимаем из тех образцов вооружения, которые сегодня Россия применяет против нас на поле боя. И которые работают благодаря китайским комплектующим. Вот такая вот страна Китай. А заявляют, что они не хотят вмешиваться и не будут поддерживать ни одну сторону конфликта. На самом деле стоят на стороне страны-агрессора и помогают ей в ее агрессивных действиях. Отметить историческое, я считаю, что историческое событие произошло. Сегодня впервые за 300 лет, за 300 летия в Успенском соборе Киево-Печерской лавре, в городе Киеве, то есть в нашей главной святыне, богослужение было проведено на украинском языке. Мы вернулись к своим историческим основам. Мы вернулись на, точнее восстановили историческую справедливость. Я надеюсь, что Министерство культуры закончит процесс аннулирования, ну закончилась аренда. Вот, кстати, я бы не переводил вообще вот этот разговор о Киево-Печерской лавре. Это чисто бытовой разговор. В том плане, что закончилась аренда. И арендодатель хочет поменять арендатора. То есть Министерство культуры или Государство Украина в лице Министерства культуры хочет передать эту святыню, нашу святыню, в эксплуатацию другому арендатору Православной Церкви Украины. Я надеюсь, что это будет закончено. И дальше Киево-Печерская лавра больше николы не почует мацкальской мовы. Ну и вишенка на торте. Сегодня отличилась Российская Православная Церковь, или Русская, как они там себя называют, хотя они никакие не русичи, русичи это мы. Отличился ихний гражданин Гундяев, которого они называют патриархом Кириллом, в миру он, это его фамилия настоящая, это не оскорбление, ни в коем случае, это его настоящая гражданская фамилия. Так вот, сегодня на вот этом пасхальном богослужении он произнес сакраментальную фразу, не могу ее не повторить. Он сказал, что поклонение науке и технике это новое язычество, и Российская Православная Церковь ему активно противостоит. Аллилуйя, москали, берите каменные топоры и идите в средний век. Об этом вас просит ваша церковь, во главе с тем, кто ее возглавляет. Вот так я сегодня вам скажу. Субтитры создавал DimaTorzok